Добрый день, с вами Подонок Палыч, и сегодня мы поговорим о детской безопасности. У меня был случай в моей молодости, когда учительница школы спокойно выставила моего маленького сына на улицу и ушла, хотя он должен был оставаться на продленке. К счастью, у ребенка с собой был телефон, он позвонил маме на работу, и мама срочно примчалась в школу за ним. Это было в первом классе. После этого я достаточно серьезно озабыл о безопасности своих детей, и хотя в принципе последние лет десять я не покупаю китайских товаров, я прикупил себе, точнее детям, вот такие вот часы, в количестве нескольких штук. Сейчас мы проведем унбоксинг одних из часов, и я расскажу вам вкратце, что они из себя представляют. В дальнейших часах этого видео вы увидите информацию по настройке часов, и собственно работе их в разных приложениях. Сразу скажу, это GPS-часы. Они являются мобильным трекером, телефоном, ну и собственно часами. То есть с помощью них вы можете отслеживать местоположение ребенка, он может вам позвонить в экстренной ситуации, вы можете воспользоваться функцией прослушки на удаленном, опять же ребенок будет знать время. Вот мне в руки попались по достаточно гуманной цене часы компании Vonlex. Сразу замечу, компания Vonlex это всего лишь, так сказать, поставщик часов. На самом деле их клепают на каком-то неизвестном китайском заводе, на чипе MT6260. GPS у них чип, если не ошибаюсь, MT337. Вот типовая модель этих часов называется Smart Baby Watch Q50. И уже на их основе, на их платье, в разных корпусах, несколько разных фирм выпускает модели часов и поставляет их в Россию и в другие страны. То есть вы можете купить не обязательно Vonlex, вы можете купить еще какие-то похожие часы и принцип действия команды и приложения к ним будут одинаковы. Вот. У этих часов фокус в том, что производитель Vonlex и официальный дистрибьютор на территории России, скажу по секрету, банально перепродавцы и спекулянты навязывают приложение Маяк для использования на часы. Как вы видите, тут внутри уже вложена бумажка с информацией о Маяке на русском. Вот. И также к этим часам поставщик российский наш прилагает с сим-карту МТС, на которой есть корпоративный тариф. О ней я расскажу чуть-чуть позже. Итак, вы захотели знать, где находится ваш ребенок, вы захотели иметь возможность звонить ему, вы заказали подобные часы. Получили за, если не ошибаюсь, около 6000 в розницу, что в принципе соединя по рынку и в районе 3000-4000, если найти оптовые поставки. Получили вот такие часы. Коробочка, как вы видите, не вскрыта. На ней есть защитная лайбочка с двух сторон. Вот. Но при этом сквозь стекло уже видно то, что часы немножко царапанные. Но оно и не мудрено. На сборочном столе китайцы елозят по ним как угодно. Вот. Вскрываем коробку. Если у нас, конечно, получится. Видите, она вскрывается сложно. Вот. Вот. Вскрываем коробку. Внутри находятся часы. Еще раз показываю. Переднее стеклышко. На самом деле, на переднем стекле у часов защитная пленка, как на вашем смартфоне, телефоне, как пакетик на вашем пульте от телевизора. Вот. Эта защитная пленка очень легко снимается. Но, сразу скажу, не снимайте ее, не спешите. Пусть лучше сделается сама. Потому что вот предыдущие часы, с которых защитная пленка слетела, как вы видите, пластиковый экран очень-очень легко царапается. То есть, вот, ребенок пару дней их поносил, и на них уже есть царапины, и есть шанс то, что часы без защитной пленки через некоторое время превратятся в кусок серого камня. У нас в тайте продавца в России, в onlex.ru, в городе указано, что часы водонепроницаемые. Это написано большими красными буквами у модели этих часов. Это GV100S моделька. А вот, на самом деле, честно скажу, скорее всего, грудь. Потому что у китайцев водонепроницаемые, это немножко другие часы. Это те, в которых можно ходить под дождиком. Если же засунуть их под струю воды, они наверняка промокнут насквозь. Видите, вот, у кнопочек есть достаточно крупные щели. Опять же, щели динамика, через которые ребенок будет вас слышать. И у кнопок есть еще отверстие для микрофона. Точнее, в общем, внутри там микрофон. Единственная вода, грязи, пыли непроницаемой штучкой является вот эта вот заглушка, сделанная из достаточно жесткого пластика. А внутри находится разъем под мини-сим и мини-юсби, через который вы будете заезжать телефон. Телефон, часы. А вот, закрывается эта штука очень-очень-очень сложно, потому что пластик жесткий. Вот, при том, что корпус часов еще жестче, но зато она закрывается плотно. Ребенок не сможет ее расковырять. Ну, конечно, сможет, но ему это будет трудно. Вынуть сам симку, прорядить контакты. Вот, ремешочек на часах силиконовый. На самый маленький размер руки, на моего первоклашку, на лес. Я думаю, что и на десадовце будет вполне. Вот. Это у него самый маленький размер закрытия. А также, что у нас кроме микрофона и кнопочек есть, на часах есть такой датчик снятия. Как вы видите, он мигает. Я его не вижу. Это видно только через камеру. Вот. Соответственно, когда часы на руке, он закрыт, и посылается сигнал о том, что ребенок часы надел. Когда ребенок, или маньяк, или вор снимает часы, или берет их откуда-нибудь, появляется сигнал о том, что часы сняты, он приходит в качестве пуша-поведомления в приложении, и, если не ошибаюсь, может приходить смс-кой через некоторые приложения. Вот. О приложениях поговорим, опять же, чуть позже. Скорее всего, в следующих видео, где мы их будем исследовать. Сейчас еще хочу напоминать то, что часы поставляются уже в заряженном виде. Вот. На дисплее мы видим девочку. Если вы берете часы для мальчика, проверяйте, что там на них будет отображено, вдруг ему девочке не понравится. Вот. Время. Данные о видимости сотовой сети. Данные о видимости спутников. Данные о часы надетой, снятой. Вот видите. Часы сняты. Потом нажимаем. Часы надетой, сняты. Надетой, сняты. Вот. Залят батареи и русифицированная дата-время. По кнопкам у них будет включаться телефонная книга. Как видите, она еще не заполнена. Также будут еще функции передачи голосовых сообщений через сервер, опять же, отслеживание. И кнопка СОС центральная. Если ее долго держать вот сейчас, часы выключатся. Если ее долго держать в тот момент, когда сим-карта установлена, а часы подключены к серверу слежения, то будет произведен сигнал СОС, и при этом ребенок не сможет выключать часы, чтобы, не дай бог, он нечаянно их не выключил и не потерял связь с вами. Так, по поводу часов вроде как все. Давайте быстренько разберем, что у нас еще внутри коробки. Парочка прикольных заглушек. Шнур. Это обычный, простой USB-шнур для зарядки. В нем кастрированы контакты передачи данных, поэтому, когда вы подключите часы к зарядному устройству или к компьютеру, они у вас будут заряжаться, но вы ничего не увидите. Если вы подключите часы через такой же шнур, только нормальный, вы увидите маленький диск на несколько сотен килобайт и прошивку часов. Прошивку часов рекомендую аккуратненько скопировать и сохранить в надежное теплое место, потому что, не дай бог что-то случится, у вас будет изначальная заводская прошивка. А также сзади часов видно и мои, и ID. Их тоже необходимо сфотографировать. Не мои, ваши. Сфотографировать и сохранить в ухо теплое место, либо переписать, потому что по этим ID часы будут идентифицироваться на серверах слежения. Как говорится, лицензия, так сказать, от китайцев. Нет ID, нет возможности подключить часы к серверам. Так, внутри у нас еще есть такая маленькая инструкция, и на задней коробке красиво написано. Геолокация, звонки, будильник, текстовые сообщения, индикатор батареи, места, кнопка SOS, голосовые сообщения. И целый QR-код, по которому вы сможете получить доступ к приложению. Маяк. Немножко аффилированному с компанией Wondex. Вот. Значит, когда я впервые распакал вообще эти часы, я читаю инструкцию, радуюсь. Да, хорошо, Маяк, Wondex, GPS-часы. А там сзади вот такая вот фигня. Оплата онлайн через Сбербанк. Опа. То есть, я так смотрю, купил часы здорово. Заплатил за них, вот на сайте они стоят 4990 рублей. Офигенно. И на сайте не упоминается о том, что вам надо платить еще, еще и еще. Ведь денег-то хотят все. Вот. Оказывается, вот это вот приложение Маяк, которое по умолчанию, так сказать, работает взаимодействием с часами, оно платное. Продавцам недостаточно того, что мы заплатили за китайский товар 300% цены, или 400. Вот. Им хочется еще денежек. При том, что в интернете, замечу, существуют бесплатные приложения. Бесплатное приложение Wokka.Lokka. С очень хорошим русским языком. Но в нем чуть меньше функций, чем в Маяке, если я правильно помню. И бесплатное приложение с E-Tracker. Там хороший английский, средний русский. Но в нем есть все, включая шагомер. Кстати, в этих часах есть шагомер. И в следующих видео я расскажу вам, как его включить. Вот. Но, к сожалению, поставщики умалчивают о том, что есть такие приложения. Вот. И рекомендуют ставить Маяк. К часам также прилагается сим-карта МТС. Которая, как вы догадались, зарегистрирована на ООО Маяк. Поэтому не кладите туда очень много денег. В принципе, в этой коробочке якобы должна была быть инструкция. Вот этой сим-карты. С точным описанием тарифа. Но, к сожалению, почему-то дают только сим-карту, а инструкцию не дают. Кратце опишу. Мне рассказали то, что этот тариф стоит 100 рублей в месяц. За это ребенок получает целых 20 минут разговоров. 20 минут для ребенка на месяц. Представляете, да? Два дня. Все. Времени нет. Далее по рублю-минута. И 200 мегабайт трафика, что, в принципе, по заявлению, опять же, производителя, поставщика, достаточно для передачи с этих часов информации о том, где они находятся. Минусы этой сим-карты в том, что она заточена под маяк. То есть, если вы вставите ее и захотите внезапно воспользоваться каким-то другим приложением, типа SE Tracker, вы банально не сможете достучаться до серверов. То есть, вы даже зарегистрируете, может быть, часы, но передача часов с этой сим-картой на сервера SE Tracker и VocoLoco не идет. Сервера их не видят. Это я решил вставкой другой сим-карты. Об этом, опять же, в следующих видео я расскажу, как подключаться к серверам, какими пользоваться, какие наиболее удобные. Я запущу трое часов одновременно, отправлю их в путешествие, они будут подключены к разным сервисам, и мы посмотрим, что же из них наиболее адекватно отображало местонахождение ребенка, сигналы снятия, опять же, какой тариф какого сотового оператора был наиболее выгоден при использовании этих часов. Вот, собственно, что еще хочется сказать. Наверное, все. Еще упомяну, если вы все-таки купили эти часы и получили сим-карту, и вставили ее, и положили целых 100 рублей, первые несколько дней обязательно контролируйте баланс через личный кабинет. Пароль от личного кабинета вы можете получить по СМС, вставив эту сим-карту в свой сотовый телефон. Потому что у меня была неприятная история. МТС прислал эту сим-карту вместе с часами. сим-карта была из Екатеринбурга. Видимо, там у них находится какой-то основной офис. Вот, и для меня в Петербурге включился роуминг. Хотя поставщик часов в onlex.ru заявляли о том, что в этом тарифе нет роуминга по России. То есть, ребенок там может быть в СМС-каре, украден вместе с этими часами, и будет вам звонить. Папа, папа, помоги меня, тут маньяк в подвале держит. И вы будете получать от него за эти вот целые 20 минут, целых 200 мегабайт трафика на передачу его данных, без роуминга. А у меня оказался включен роуминг. Когда у меня за первые несколько дней улетело 50 рублей. Потому что входящие для ребенка с МТС на МТС были платными. Исходящие от ребенка, если я не ошибаюсь, тоже были платными, судя по убыванию денег. К сожалению, в личном кабинете, который опять же зарегистрирован на ООО МАЯК, как вы можете понимать, это корпоративный тариф. Нет возможности детализации разговоров, стоимости. Вам просто показывается баланс и все. Вот. В общем, следите за своими деньгами. Никому не верьте. В том числе мне. Я мог где-то в видео ошибиться. Приобретайте часы. Следите за своими детьми и будьте в безопасности. Рекомендую посмотреть следующее видео, где, как я уже говорил, я расскажу, как настраивать эти часы, как их подключать к различным сервисам и какие вообще из сервисов наиболее адекватные. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!